Зачем второе? Да, Рабаш. Из третьего письма. Нужно знать, что в то время, когда человек начинает выполнение Доры и Заповедей с намерением Лешма, то человек чувствует, что находится в беде, которая называется Египтом. То есть царь Египетский всегда спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его голосом?» Тогда приходится напрягать разум, и мысли начинают сталкиваться друг с другом и не дают покоя. Иногда человек думает, что все эти чувства и мысли приходят в качестве лазутчиков, которые пришли высмотреть наготу Земли, то есть только обследовать и не более того. И нет никакой связи между этими мыслями, и служением Творцом. А иногда человек думает, что мы честны, мы сыновья одного человека, что все наши мысли — только о том, как быть слитыми с Единым Творцом. И мы укрепляемся и преодолеваем все мысли, заставляющие, кто такой Творец, чтобы я слушался его голоса, и зачем вам эта работа? Это и называется египетским изгнанием. Может быть, еще раз? Еще раз. 82-й отрывок. Нужно знать, что в то время, когда человек начинает выполнение Торы и заповеди с намерением Лешма, то человек чувствует, что находится в беде, которая называется Египтом. То есть царь египетский всегда спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушался его голоса? То есть какова важность Творца, что ты хочешь прийти к тому, что ты хочешь делать ради отдачи, а не ради получения, как сейчас, пока что, ты обнаруживаешь, что твоя природа требует от тебя. Так почему тебе нужно сейчас изменить себя просто наобратно и наоборот сказано, какова причина. И тогда приходится напрягать разум и мысли начинают сталкиваться друг с другом и не дают покоя. Иногда человек думает, что все чуждые мысли приходят в виде лазутчиков, которые пришли высмотреть наготу Земли. То есть обследовать и не более того. То есть ты хочешь прийти к духовному, чтобы получить оттуда разные добавки хорошие для своей жизни. Разуме, в сердце, наполнить себя разными объяснениями, ответами, что-то так согласно тому, как ты хочешь в этом мире. в таком подходе ты не можешь раскрыть духовный мир дальше. И нет никакой связи между этими мыслями и служением Творцу. Да, потому что целиком ради получения духовное раскрывается только в той мире, в которой у тебя есть намерение ради отдачи. А иногда человек думает, что мы честны, мы сыновья одного человека, и что все наши мысли только о том, как быть слитым с единым Творцом. И мы укрепляемся и преодолеваем все мысли, заставляющие думать, кто такой Творец, чтобы ослушался голоса Его. И зачем вам эта работа? Это и называется египетским изгнанием. Да. И тогда он начинает раскрывать, чувствовать, что он находится в эгоистических вопросах, и против него есть вопросы отдачи в разуме и сердце. И тогда действительно ощущается в нем изгнание, где он находится относительно духовного. Тель-Авив 3. Что такое Творец заповеди с намерением линии Лешма? Ради отдачи. Да, но мы находимся в радиополучении. Как это можно воспринять? Что это за направление Лешма? Все мои работы в разуме и сердце должны быть направлены на то, чтобы я делал это не по причине желания получать, которое пробуждается во мне, а, допустим, по причине желания, которое пробуждается в окружении, в мире, в людях. Как Рабаш пишет «Поведение в десятках». В таком виде я могу больше поставить себя в соответствии духовному миру. Хорошо? Беларусь. Доброе утро. Раф, мы здесь видим очень тонкие моменты. Есть вера в выяснение, а есть слепая вера. Присутствует ли в нашей работе слепая вера? мы должны прийти к состоянию, когда у нас будет сила веры. В силе веры есть несколько уровней. По сути дела, на каждом уровне 125 ступеней есть уровень веры, который соответствует этим килим. Поэтому мы будем говорить об этом. но главным образом вера это когда я могу идти не согласно моему желанию получать, а согласно желанию отдавать. В более простом виде не согласно моему желанию, а согласно желанию ближнего. Если я делаю сокращение на себя, чтобы служить своему желанию, и принимаю желание ближнего, и могу как-то делать ради ближнего, это не всем, и не надо выяснять эти вещи. Но тогда я прихожу к состоянию, что действительно мои действия становятся действиями по отдаче духовными. Только они все более выяснены, и все больше и больше понимают, что требуют от нас. И здесь у нас есть проблема слабости, что никто из нас не способен, не понимает, насколько он замкнут внутри желание получать. И поэтому постепенно мы должны раскрыть себя в борьбе против этого фараона, который раскрывается, не дает нам выйти из ради получения и мы да, то есть вера для себя это слепая вера, а вера для товарищей это вера с выяснением. Действия поддачи ради товарищей, ради окружения, это те действия, которые могут привести нас к действиям относительно творца, это уже действия, настоящее совершенное действие поддачи, да, поэтому от отдачи к группе к отдачи к творцу, это два этапа есть у нас тут исполнить, тактикул 31. Когда человек находится в состоянии, что десятка ожидает от него действия ради десятки, и тогда приходит фараон и задаёт эти вопросы, то как человек должен отреагировать, как он отвечает на эти вопросы фараону, как он отличает одно от другого. Без того, насколько человек способен изолировать внутри себя, выделить свои келим, насколько он понимает, чувствует, насколько может отсортировать свои желания, свои келимы, понять, что это его эго задаёт его, или другие свойства. если эта группа спрашивает, то человек уже может делать здесь какое-то выяснение против себя. Если у него нет в группе, группы, то он будет вертеться в темноте в себе и не сможет сделать никакого выяснения. Никакого выяснения. Он думает, может быть, что через разум, чувства свои, через разные усилия в анализе, в синтезе внутреннем своём, он может сделать что-то и понять, где он находится, но это, конечно, не так. Это, может быть, относится к разуму, но никоим образом не к желаниям к сердцу. Поэтому у человека нет выбора только от любви к творениям прийти к любви к творцу. Мы не говорим о любви, о выяснении пока что. То есть, он должен выяснить свои отношения относительно окружения и там наверняка, хотя он сразу сталкивается с тем, что он сталкивается с эгипетической формой и не читается ни с кем, но это истина, что здесь нам дано благодаря разбиению Клиадаму Решона сразу почувствовать, где мы находимся. Тут мы можем почувствовать. Я ловлю себя на том, что рассказываю всякие истории. Как мне отреагировать на то, что я вижу, что товарищ сам себе рассказывает истории? Как ему десятка помогает? через десятку постепенно мы должны сделать это в таком виде, что мы не давим ни на кого. А каждый должен получить от этого пример согласно своему уровню. как написано, не было радости такой у него, как в день, когда были созданы Земля и Нево. То есть, есть уже свойства развлечения ради получения, ради отдачи и разные действия отдачи, получения. И тогда действительно у человека есть место для выяснения, он может сформировать себя, иначе он останется все время на уровне животного, и мы видим в нашем мире, что мы всегда вертимся в сети ради получения сети фараона, и только будем воевать друг с другом, и ссориться между собой, и ничего из этого не выйдет. Из этого от этого выигрывает только эго наше. А пока мы не приводим к этому систему отдачи, тоже высший свет, мы не сможем выяснить из этих свойств мы состоим и каким свойствам мы должны прийти. Да. Италия один. Рав, кто и что это это вопросы ? что? Почему надо идти субтитры 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 и слушать Мося? Каковы правильные вопросы? Почему я должен идти высшизнание? слушать Сумуше? Твое знание это всегда мнение фараона, желание получать. И ты не сможешь за счет того, что будешь оставаться в своем знании, никогда не придешь в духовный истинный. Ты будешь замкнут внутри своего эго. ты так начинаешь, так и закончишь свою жизнь. Вот и все. Если ты хочешь немного приподняться и достичь силы, которая управляет твоей жизнью, и таким образом ты приподнимешься над материальной жизнью, то ты должен просто принять его природу. И поэтому нам необходим этот выход из Египта. Некуда деваться. 5,29. Рав, если я стараюсь быть в работе по отдаче и не вижу, что это успешно, должен ли я стараться идти к высшей знания или я должен просить у Творца, чтобы он дал мне способность работать в отдаче? Если я вижу, что я не достигаю успеха, я обязан попросить Творца возможность подняться над своим мнением, своим знанием, высшей знания и оставаться в этом до тех пор, пока я не получу такую возможность. Потому что только выше своего знания, нынешнего, эгоистического, я могу раскрыть истинную реальность не на животном уровне, на котором я нахожусь сейчас, а на уровне Адам, человек, говорящий. Но это только при условии, когда я объединюсь со всем Кли. Хорошо, не совсем, но хоть как-то с Кли Адама решен. И Кли это разбито. 5.35 Почему посторонние мысли, он говорит, что это свойство лазутчиков, разведчиков, то Резидно хочет проверить, насколько я серьезен в этом прийти служить ему. Мы еще поговорим об этом. Чуждые мысли, они так называются. на самом деле, почему они чуждые? Они чуждые Творцу. Но может быть, мне они совсем не чуждые. Я с ними чувствую себя очень хорошо. Я живу с ними. Вопросы женские. А где мы? Какой отрывок? Давайте продолжим еще немного. 83-й пишет Рабаш. То, что человек хочет идти внутри знания, называется грех древопознания. И этот грех раскрывается в двух видах. То есть отсюда мы должны задать два вопроса. Первое вопрос фараона, который спросил, кто этот Творец, которого я должен слушаться? ведь и вообще ему тяжело поверить во что-то, идущее вразрез с его разумом. И отсюда следует еще одна вещь, а именно вопрос второй, почему человек должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды? Ведь он спрашивает, что я выиграю от того, что буду работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. Еще раз пишет Рабаш 83-й отрывок. То, что человек хочет идти внутри знания, называется грех древопознания. И этот грех раскрывается в двух видах. То есть отсюда мы должны задать два вопроса. Первый вопрос Фараона, который спросил, кто этот Творец, которого я должен слушаться, ведь вообще ему тяжело поверить во что-то идущее вразрез с его разумом. И отсюда следует еще одна вещь, а именно вопрос второй, почему человек должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. Ведь он спрашивает, что я выиграю от того, что буду работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. Не вижу, что есть вопросы, а есть Москва один. то есть если нету этих двух вопросов одновременно, это не путь как бы к цели? с помощью с помощью этих двух вопросов как раз мы и приходим к цели. «Для чего вам эта работа и кто этот творец, чтобы я слушался его голосом?» То есть если я всё время направлен на то, чтобы разрешить два этих вопроса, то я наверняка достигну цели творения. эти два вопроса направляют меня напрямую на творца, на самого творца. Бразил? Бразилия. Бразилия 2. Да, сразу здравствуй, Тимир Вакли. Мой вопрос. Ведь часто я слушаю себя и думаю, что это я сам. Я совершенно согласен с этими вещами и с фокусом того, что я слышу в себе. Но вопрос то, что я слышу, часто не выходит. Товарищи мне говорят, сделай это, сделай то. Ценить урок, товарищи, а я где я? Среди всего этого шума голосов, которые я слышу у себя, фараона, может быть, начинаю думать, что есть сила, которая действует в бэкграунде. Будет важность творца, товарищи. Где я во всех этих вещах? мы смотрим на маленьких детей, когда они растут рядом с нами, как они разговаривают, как они воспринимают окружающую действительность, как ко всему относятся. мы понимаем, что они понимают лишь малую часть из происходящего. Они не понимают, что мы работаем, что мы что-то делаем, что существует большой мир, и что не просто так у них на столе появляется то, что они едят, откуда появилась машина, которая перевозит этого ребёнка куда-то. Они не понимают ничего, что происходит вокруг них. они просто пользуются для своих небольших потребностей, для своего маленького желания получать то, что мы им предоставляем. Если представить себя точно так же, так и мы. Мы тоже находимся в очень ограниченном мире, который раскрывает нам лишь небольшую часть себя, и мы им пользуемся. Пользуемся, не понимая откуда, чего, куда, как правильно воспользоваться этим миром, куда он нас ведёт, что с нами будет после того, что мы умираем у детей. Вообще таких вопросов нет. Верно? И это проблема. И чем дальше мы продвигаемся, то тем больше мы видим, что мир всё более сложный, он всё более запутанный, или мы запутанный. И соответственно и мир таким нам выглядит. Есть часть, когда мы строим мир, и есть то, что мир выстраивает нас, и так всё перемешано. И наука Кабала должна приподнять нас на более высокий уровень, потому что иначе мы так и останемся, как маленькие дети, которые сколько бы ни играли со своими игрушками, мы не постигнем истинного мира, даже откуда берутся эти игрушки к нам. Мы этого тоже не поймем. Мы должны подняться на совершенно другой уровень, на уровень сил. Оттуда там, где эти силы обращаются, облачаются в материю и приводят её в действие. А мы наблюдаем и находимся в результатах. Так вся наша работа в том, как подняться в разуме и чувствах, а как раз это и есть эти два вопроса, кто и что, с нашего уровня, то есть уровня маленьких детей, но которые, да, задают вопросы, для чего вам эта работа, и кто творец, чтобы услышался голоса его. То есть почему мне нужно слушаться Творца и каковы его указания, которые я должен выполнять, с помощью чего я смогу достичь его уровня. Так если мы достигаем подобных вопросов, тогда вопрос только один, как всё это реализовать, потому что наверняка эти вопросы, вопросы высшей реальности, если мы хотим её понять и почувствовать. Как возможно маленький ребёнок и хочет понять и почувствовать, ну допустим, хотел бы понять и почувствовать, взрослых. Так и мы. И поэтому каббалисты, которые большие или взрослые по отношению к нам, они обучают нас, как мы можем подняться выше наших разума и чувств с помощью вопроса «Для чего вам эта работа?» И «Кто это творец, чтобы слушался голоса его?» То есть это два вопроса сердца и разума. Как мы можем приподняться на более высокий уровень? А оттуда ещё больше и оттуда ещё выше? И всегда у нас будут два вопроса «Кто и что?» И в этом наша работа. И вот сейчас мы с вами входим в большую глубину работы человека в нашем мире для того, чтобы начинать понимать, как вертится мир. Вы видите, что с миром происходит? Никто не знает, что происходит. Все занимаются только над тем, как меньше получить ударов, когда нет выбора, как маленькие дети. Не понимают, откуда удары, для чего удары, почему, но на эти вопросы кто и что, никто к этому не хочет подходить. Все хотят только уменьшить удары. Как лучше обустроиться. И насколько мы устроимся, так и устроимся, и не волнует меня. Потом я умру, и все эти вопросы останутся. Вообще ничего знать не хочу. Я хочу, как маленький ребенок. Вот где он плачет, там получить свою конфету и успокоиться. Так и я хочу получить конфету и успокоиться. И ничего кроме этого меня не волнует. То есть работаю только над своим животом, если так можно сказать, только со своим маленьким желанием получать. Наука Кабала говорит, если ты хочешь истины, по-настоящему, ты хочешь выбраться от ударов, от страданий, когда весь мир начинает чувствовать всю эту дрожь, когда мир обязан решить эту проблему, мы уже не можем больше быть с этими войнами, которые становятся все больше и больше глобальными. Посмотри, что происходит во всей реальности, посмотри, что происходит по всему миру, и посмотри, насколько выбора нет. Мы связаны друг с другом, страны, континенты, что-то происходит в одном месте, наверняка отзовется в разных других местах. Вся наша жизнь вынуждает нас подняться выше вопросов «кто и что», которые кажутся нам частными, индивидуальными вопросами каждого человека, а это совсем не частные вопросы. Мы говорим сегодня над глобальными вопросами. У нас нет выхода, мы обязаны их разрешить, мы имеется в виду люди. И поэтому мы должны изучить, учиться, как это сделать, как мы отвечаем на эти вопросы «кто и что». Откуда я получаю удары? И какая суть, цель этих ударов? Куда они меня должны привести? Как мне нужно реагировать на них? Посмотри, посмотрите, в каком мире мы находимся? Развитие стало намного тяжелее. Мы сейчас в мире, в котором полностью замкнутый мир, понимаете? Это не пандемия, коронавирус или что-то такое. Вопрос, проблемы будут намного большие. И здесь нечего искать виноватых. А как мы за счёт этих вопросов, за счёт этих проблем достигнем решения. А не нужно найти кого-то виноватого. Ну нашли. И что дальше? Это ничего не решает. Никакой проблемы. Мы должны искать правильный ответ, правильное решение. А возможно это? Только если мы придём к связи истинной с высшей силой. Нет никого кроме него. Он единственный всё это делает. И мы хотим быть на связи с ней. С этой силой. И это то, что и даёт нам каббала. Но это при условии, что мы поднимемся на его уровень. Поднимемся на его уровень, имеется в виду, что мы поймём и почувствуем в чём-то, что значит быть в отдачу, поскольку это его уровень. И это то, что мы сейчас изучаем. Так вот, как мы выходим из Египта, из нашего нижнего уровня, когда меня ничто не волнует, и я на самом деле начинаю задаваться вопросами, кто и что. Почему я должен прислушаться к силам высшей природы, а высшая природа, она диктует мне, что я обязан находиться во взаимной отдаче? И почему я должен слушаться этого? Почему я должен и между нами определять именно такие законы? Если я хочу выйти из тьмы, когда я ничего не понимаю, и от ударов, которые я получаю в этой тьме, тогда у меня нет выбора. Я обязан понять, что я должен решить эту проблему. Будем надеяться, что мы её решим. Она перед нами сейчас, и мы должны хорошенько переживать саму проблему. Это проблема не только наша, она всего мира. Весь мир стоит перед этой проблемой. И после того, как поймём, разберёмся в проблеме, то оттуда мы поймём и ответ, найдём решение и сможем объяснить его всему миру. И это как раз вы все должны сделать. И каждый должен почувствовать, что он обязан всему миру. кейфри. Без центра. Понятно. Той кейфри.